внимание друзья сейчас я вам буду рассказывать это вторая серия фильма который я назвал небольшой тираж это получается вы понимаете садоводством для избранной судьбой название получается учитывая малый тираж и действительно получается для избранных а для людей а человек и не хотел бы осмотреть он пришел 9 класс 10 в 11 и там не дебильный учебник с тысячами непереводимых и ненужных абсолютно фраз терминов и так далее а эта книга вот эту книгу еще пока от бумажных книг мы не отказались значит она нужна поступил в институт а на основе этих книг то сделано программы обучение раз и экзаменов а еще есть миллионы садоводов любителей и все что здесь доступно каждому чеку даже четырехлетним разом писать и но случилось беда ну не смог он даже школу закончить а это считается как это там помните как нас учили мама моего рабу и уже все раз это понимает что мама была первый класс школы значит и все что вы сейчас увидите рассчитана и для него в том числе интересом как я построю свое это хотелось бы назвать наставление посадоводство это где-то совете такое было понятие на оставление но другое дело что сразу текция переключил выключу и включу телевизор давайте смотреть что такое новое садоводство 21 веке ну написано введение наверное то что я уже естественно не открывал ее год и я не помню ничего что-то во введении так но наверно это то что первая серия рассказывал наверное это догадывается теперь смотрите сколько нам придется ведь даже то что вы сейчас услышите пусть без фотографий потому что из фотографий это еще 225 вебинаров так а может этого делать не будем но даже то что вы услышите от меня именно услышать с простыми человеческими терминами вот вы уже будете ваш уровень будет уже примерно ну уже выше чем у этих самых у многих ученых почему потому что эти многие ученые учат как деревья не вырастет как их искалечить вот и самое страшное то что случается в последнее время значит возьмем литературу я о серьезных вещах говорю превышательное хозяйство последних лет у меня доказательство есть значит называется реклама кровь там тюбик на нем написано значит это самое название тюбика сейчас скажу значит это самое живица вот а живица это лечебное сами знаете вещество которое производит само дерево вот и для того чтобы вы купили этот тюбик восхусят весной резать деревья ну это еще ладно а вдруг необходимость летом а это уже нельзя потому что они же знают что тогда почки вместо того чтобы которые должны развиваться должны а которые должны еще только не развиваться а еще только расти созревать первый год они еще только растут это мне впереди будущее давать плоды делать длинные ветки они тут же от летнего выйти я уже начал учебу от летней обрезки они просыпаются преждевременно корову искалечили дерево корову она спасается так скорее за за свисте не успевает россия и вот это что в россии летняя обрезка смертельно опасных а вот сейчас она на следующий год даст плодушки а она в этом году пытается дать и не перестраивать программу она просто перестроиться полностью не успевает она замерзает зимой об этом никто не знает а у меня есть фотографии и доказательства вот поэтому я и начал с такого примера что значит нужно менять корни взгляд на дерево на смысл сельсо-доводство так да вот это 12 страниц заметьте страниц так такие они короткие эти самые что здесь воды вообще нет давайте посмотрим что такое менять взгляд и так дерево самодо я считаю самодостаточно вот она больше создали только не надо считать что бог один день создавал допустим за несколько дней создал вот начиная да будет свет и заканчивая этими же деревья ну наверно это один день в его понятии это наш миллиард лет и сто миллионов как хотите так понимать я именно так понимаю а потом перестроить дерево невозможно особенно с помощью секатора вот когда-то знаете набросились на мичурина я могу говорить о чем хочу потому что сейчас мы начинаем с практически сведения надо ли все это менять взгляд или не надо а это давайте кошки если обрезать поколение за поколением хвост или собаки вот и он станет короче вот такие издевательский смысл именно вот здесь видя что дерево растет развивается она выдумали кучу ненужных веток а вот если смысл поменять и смысл такой отрезали потеряли морозостойкость отрезали значит рампу наделали отрезали это самое иммунитета слаб и в конечном счете на дереве нет лишних веток и тем более нет ни одного лишнего листочка каждый лист это глюкоза каждый лист это фрутосинтез этого то почему а вот если от этого вот открывай человек учебник а там сразу написано каждый лист ценнейший это ценнейший и у него же дерево из как и отрезали чашля так уже нормальным быть я только один пример привел у них сотни вот и смотрите вот эти ну а теперь давайте придем уже по списку плодовые деревья это иммигранты поняли да всегда и всюду давайте вспоминать ну россия да где-то есть дикие заросли керна так где-то есть дикие яблони дикие груши они тоже может быть попали к нам не миллион лет назад в европейскую россию про сибирь я пока молчу вот и про дальний восток и даже про урал вот они в европейскую россию попали это большая часть усиление нашего а может быть и 300 лет одичали и теперь переселились в леса вот можно использовать как по двое можно дикое яблони дикая груша тёрн для меня это дикое слива ну что еще ну ирга ну красноплодная рябина черноплодная рябина боярышник но не наешься плодов нет не наешься значит а чисто культурные яблоки культурные груши культурные абрикосы сливы персики черешни вишни все шло именно с юга на север а что такое мигрант лето не хватает если мы не применим хитрости которые здесь изложены в этой книге будущее который переименует когда-то и хорошо бы при нашей жизни с вами при жизни тех кто меня вот сейчас слышит не только меня не осталось недолго а вот среднестатический возраст позади мужчины российского и получается так что при нашей жизни хорошо бы увидеть что это книга есть во всех библиотеках школах институтах и на столах у каждого дачника вот почему настолько просто изложено что любой дачник это поймет и он поймет что такое иммигрант иммигранту не хватает лета прежде всего и часто он может быть достаточно крепкий морозостойки но понимаете я сейчас всего пару доказательств и дальше пойдем пришла весна средняя полоса россии мая деревья отцвели отцвели или цветут нормально а что ненормально а то что в это время самый рынок сажился а вот он до посадили с известными корнями пол крона или больше отрезать забыли или не знали что надо отрезать так посадили и вот он дохнет догоняет и никогда не догонит он на месяц он и так на месяц отстал садить надо было в апреле средней полосе россии надо было садить в начале апреля я так цифру плюс-минус километр вот и месяца уже нет саженцы берут в мае а как правило они все уже давали 7 покрыт корнем выкормить саженец уже постепенно листья появляются по возможности а здесь уже листья как он выкормит он же с коричневыми корнями на новом месте корням ты прижиться надо вот что такое мигрант уже отставание на два месяца и все к осени нормальное дерево вроде бы ну подумала листья не сбросила или все-таки сбросила но это не значит что она приготовила в зиме после сбросления листьев еще нужно хотя бы месяц этого месяца нет и зимой она просто замерзла вот страницу 13 мы поговорили это только там будем считать что я ничего не помню хотя тут него каждую главу я писал но тем не менее я сейчас просто беру из головы я привел хороший пример эмигрантам тяжело а уж калечить их с целью улучшения еще чтоб теряли еще морозостойкость вот с удовольствием по железу ну наверное страница 14 наверное вот то в чем я говорил выше наверное это продолжение этой темы на 16 странице больше нет никаких климатических зон вот ну надо смотреть так климатические зоны есть есть сочи есть средняя полоса россии есть приполярные округа мы с моей деревьей растут везде почему есть много хитрость которые выравнивают уже не делают принципиально а вот здесь а вот я же могу сколько угодно серии сделать смотрите значит у меня был сад в уникальном месте остров двух сторон а значит а это омывает его венесей венесей не замерзающий вот все прекрасно росло у меня там плыть до персиков вот ну приехали ребятам на циклах сожгли ну отголоски моей работы на заводе инженер по промышленной безопасности извините это тот же этот самый как судья прокурор и палач в этом лице полагалось наказывать наказывал наверное отомстили вот я не к тому что я не умел вырастить я вырастил сам но его сожгли а место это было выбрано не случайно там каждый день была температура не каждый день а много дней в году температура была особенно зимой на 3-5 градусов выше средней вот если где-то было 40 а у меня было там 35 ну и че не варсит 35 уже все можно варсит если не калечить подчеркиваю а потом случилась беда и оттуда меня выжили вот а может выжили хозяева когда-то что были покосы а я откуда знал когда мне колхоз нарезал землю там согласно новому закону берите сколько хотите помните весна и тогда я оттуда ушел но прошло 10 лет больше ну так иначе здесь появилась какая-то статья уничтожающая меня а уже резал микроклимат вот человек который не знал что меня туда выжили что сих пор прошло все скажу в 2005 году а сих пор прошло 18 лет вот что сад уже никакого микроклимата не имеет что я вам показал в первой серии вот это вот вот это вот я вам показал в первой серии вот видите вот что это уже никакого отношения к острову не имеет вообще еще раз в 2005 году меня выжили смотрите 2015 15 13 я быстро листа вот вот 2005 выжили а здесь после 2012 и человек который ненавидит меня доктор нет кандидат наул заслуженный агроном России там почетный и прочее он не скрывал мою фамилию его зовут его Халилом вот и когда ему это вдруг вздумалось доказать что у меня тут климат украинский да вот и не зная с тех пор что я переехал вынужден что меня оттуда выжили с мягкого климата и что все это создано уже в жестовую тема-то у нас климат сейчас правильно клиги вот не зная не понимая вот и он мне дал повод лишний раз поговорить об этом вот у меня климат и вот а я взял цифры а у меня средне-зимние температуры 3 зимних месяца на 8 градусов холоднее чем под Москвой а вы что думаете если там допустим 30 ну к примеру какой-то один значит у меня 38 если не дай не дай бог у них там 35 у меня значит 43 понимаете не зная этого он мне дал повод пошариться поискать найти доказательства и вот они сейчас книги вот так бывает когда вся эта дикая непрежность вообще непонятно с чего вдруг что я тебе сделал почему-то еще 20 лет назад написал это самое 15 лет назад написал статью центральной газеты про меня а Валер как слушает да за что вот понимаете что получается я вам что у меня Сибирь подчеркиваю все это можно вырастить а человек только одной строчкой может все уничтожить поняли смысл и тогда получается что здесь дело не в климате но и в климате тоже смотрите больше нет климатических зон давайте смотреть а что эти самые для Сибирки которая растет у нас миллионных земляров только я их только одномоментно видел тысячи да представляете как заражены Сибирками наша тайга вот а дикие усилийские груши которых минус 50 выдерживает а мажорские абрикосы которые минус 50 выдерживают а китайские сливы которые 40-45 выдерживают им то какая разница какая климатическая зона ну в Канты-Мансийске растут мои абрикосы и мои персики ну персики правда с укрытием а это подвое а теперь давайте так Мичурин надо было Мичурина как-то реабилитировать потому что его перехвалили потом это самое это вызвало потом не признанные тысячи ученых мол типа что у нас один только Мичурин но именно он в свое время отставил точку зрения я послушался Греля я значит на привал на Морозостойке подвое прошли годы и все замерзло вот а я же не знал Греля тоже на Морозостойке подвое но не остановился я взял и дальше начал у меня это получилось так что допустим а для этого книга вот мои доказательства надо не остановиться из десяти один-то приживется так давайте с него брать в следующем поколении три приживется как с Королевским было в следующем поколении семь приживется ну что тут хитрого-то а ну скажите что же за прав господа ученые разложьте эту книгу ну попала она министру сельского хозяйства ну в месяц прошел два ну и чё неужели там нет людей которые поймут важность этой книги вот что такое страница 16 нет никаких климатических зон давайте что сделаем вот так вот с таким расчетом чтобы нет тогда не получается давайте чтобы виднее было виднее 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 сейчас сейчас так как же а нет вот так надо было окажется вот так виднее да согласна итак мы фактически про климатические зоны поговорили так проверяем идет запись ага все нормально вот я только привел примеры про то что имея уникальное подвои уникальнейшее подвои сейчас 21 веке имея возможность биологической совместимости ведь не было когда была фактически проклята сама идея вот и возврат был совершен сама идея прививок на морозной подвои и был совершен возврат обратно в сорт а плюс сорт б а потом это десятки лет чтобы ой страшно подумать меня из этих прививок то я не взлюбили сходу раз и получилось вот это все это же не я про это я же не ездил в Крым в Крыму этого нету что туда ехать крымские питомники почему у них везде на сайтах те же самые понадерганные с южной эти выдающие сорта почему не со своему питомнику почему из интернета идем дальше следующее сад выдает свои тайны только на границе выживания ну свои тайны имеется ввиду прежде всего запасные варианты которые таятся у них в это самое в прям в генотипах прямо на уровне молекул тнк вот у меня получалось так все нормально живу себе никому не мешаю уже есть результаты видели фотогалерею это было лет десять назад кстати я же могу говорить о чем хочу вчера мне позвонил реплик Александр Алексеевич он напечатал много моих крамольных статей в своем великолепном журнале вестник садового вестник садового да вот и вчера мне позвонил вот потому что он испугался я проводил когда я проводил это сегодня девятое шестого я проводил вебинар и в середине вебинара мне стало плохо я отключился а он-то не знал об этом я просто прервал свое выступление не жаловался просто прервал и он звонит а живой ли я вот а что такое реплик вот реплик взял вот эти вот статьи их крамольные напечатал это было фактически вызов всей науки потому что перед этим была команда пасс и меня перестало печатать и превысать на холест и ваши шесть соток это самое считались крутые на тот момент самое крупное издание вот приказал Дерек газета Толока белорусская меня печатала тоже Дерек вдруг команда пас и вот я не мог понять ну только и наоборот начал печатать реплик вот и вот одна статья я начал вдаля я выражаю свою признательность почему реакция на мои на мои статьи были вот мне понравилось особенно когда меня и хвалят хлопают по плечу говорят замечательный но дальше слово но так было в истории когда рецензия была на мою статью ученого российского я уже боюсь фамилии называть хотя я до самой смерти буду помнить несколько раз называл хватит вот о том что почки почки все одинаковые никакой дифференциации нет а еще дифференциация это только допустим место расположения подношению к солнцу и прочее прочее вот а я считаю почка почки рознь а значит можно заниматься селекцией почек а ну что здесь особенно я сказал визуал это селекционно клонирует то же самое прививка только уже выборочное и вот они уже 40 градусов выдержат а и вот на тот момент когда было две два отклика нас реприк не испугался печатал какая умница какой молодец какой это смелый и два отклика я сейчас скажу дама доктор наук вот когда я сказал что на землю а я что хочу то говорю на землю деревья попали уже выдающимися культурными вот с райскими качествами готовыми ну я что могла написать промолчать не могла хотя же это самое вы мне что угодно говорите вы что думаете это самое ученые создали вот это все вот это ученые создали а вот шишфан только берутся семена они большинство теряет качество многие сохраняют качество или изменяют не обязательно ухудшают а если брать по статистике а еще покорение а еще они не развиваются тогда это искусственно получается можно поддерживать прививками а наоборот теряют значит не могла это создать природа попали это да людьми может быть но с другой планеты ну назвала это дичью но это спорный вопрос даже я это в качестве называю это не истинное а называю это ну гипотезой поводом поговорить поразмыслить понимаете о чем речь вот смотрите вот они родственники что тут не понять то или наоборот а что тут поймешь то хрен разберешь где ветром надува я ксения вот я телегоне поделивай это разбери и разбирается надо как прополучить результат а потом разбирать и не так как мне и не стоит пробовать разве это научный взгляд а друзья это есть наука по вашему и тогда получается следующее где наша страница вот граница выживания оказывается не так то просто найти новое качество в дереве еще не просто найти а их еще открыть и закрепить и в этой самом же журнале извините кто-то уже слышал это но это очень важный момент у меня есть у меня даже страница сфотографировал в моем огромном архиве вот даже сфотографировал и там написано что это ученый московский значит родникам взял и в свою статью вставил вот такую фразу казалось бы но не смог удержаться но не смог цитирую по памяти а вот председатель императорского императорского значит общество садоводов генерал Раевский не согласился был железом а дальше речь о вегетативной гибридизации ну то что еще сегодня 23 века считается ухрановкой то есть от этого не отказались официально и до сих пор все вот это вот вегетативные гибриды их не существует это же не искусственник почерк не искусственник здесь есть искусственник но в качестве исключения это не искусственник это вегетативной гибрид а их нету в природе нету и вот это вот противоречие оно когда-то стыдно будет за то что вот это все кто-то этот фильм увидит через 10-20-30 лет но я-то не увижу ничего этого еще десятки лет садов в России не будет потому что этого нету надо отталкиваться от этого а его нету понимаете и вот смотрите тут просто это рядом рядом так случайно оказалась одна фотография которую многие из вас увидели рядом рядом вот это вот сюда этого нету потому что это вегетативный гибрид это не папу не похож ни на мажорский абрикос ни на серафим который 20 раз мерчет это вегетативный гибрид а что я разволновался сейчас кричать до того обидно страшно я получается все тем же с концом по тому же месту возвращаемся в нашем этим чуть не сказал бараном и так чуть-чуть увеличиваю чтобы понять виднее было значит опять переборщил или наоборот не заборщил то что мне сегодня не везет так как я очевидно было меньше 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 давайте начнем вот так а сейчас начнем увеличивать наверное надо было делать вот так ну хотя бы так видно стало и так на границе выживания это граница мороза предельного мороза выживания вот тогда случается то что мы я Латинков Ботнер доказали давным-давно и только официально это было признано когда специально теоретическую и практическую работу провел молодой ученый Никитин то ли 7 то ли 9 лет прожил в изоляции доказал назвали гением но правда журналист что будет дальше а мы-то давно это открыли а нас-то нет а как-то сказала тогда мы железом не все дичь ну дичь вы уже это увидели вот и так и так граница выживания это значит я расшифровываю своими словами и так тепло развивается возможно я же говорю что попали культурные растения на землю ну может в виде семян других планет это ладно это не теория это еще пока одно из вариантов есть еще вариант птицы всегда берут и животное самое вкусное плоды выбирает чем больше глюкозы тем вкуснее плод значит выбирает разносит в виде семян по окрестностям и это называется естественно это селекция самое главное что то что якобы люди приносили с тайги полудики а потом сознательно их улучшали 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 культивировали получали кусей 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 это вот как раз есть сказка люди только вторичную роль играли вот как это что же я же не говорю что это все неправда вот но главное делала природа и тогда получалось только все прекрасно вот это вот вот это все красота необыкновенная бах начинается похолодание начинается вымирание но не все вымирали где-то семена отлеживались может быть много лет может до потепления очередное бывали малоледниковые периоды некоторые качества успевали сохраниться уже на генетическом уровне и дальше продолжать не буду вы поняли потепление похолодание и в очередной раз потепление вот сейчас да сейчас нету никакого леткого периода и мы постепенно за всем качество добавляется человеческое качество человеческое берем прививки но что чего в природе не делается никогда и не будет делаться и стоит нам совершить вот эту революцию прививками значит вредительной гибридизации подчеркиваю непризнаваемой наукой и тогда почувствовал себя на юге прижившись несколько поколений на диких морозовых подвоях и она не чувствует теперь уже дерево как бы посаженное не на в эту не с учетом климатической зоны а одно отдельное дерево плюс 100% морозтойкое дерево плюс 100% совместимость и получается что это дерево стало для него климатической зоной и оно расцвело вот оно вот это и есть железа поняли ну что ребята в серии номер 2 больше не будем дальше пошла нудная выбор места про воду а это особый разговор вы никогда не услышите сегодня то или не про вся книгу никогда не узнаете о чем пойдет речь и ни в одном учебнике этого нет я сперва добивался результата а потом ходил и чесал репу чесал ну знаете почему у меня волос нету я вот так все делал 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 да что ж это такого да не может быть да это пока не облысел вот я прошу внести протокол то что я получил лысину не благодаря вредным условиям а для меня это и были вредные условия значит я требую чтобы мне как во вредных условиях давали бесплатное молоко точка кто меня поймет тот усмехнется и даже захохочет вот я потерял лысину сильно много думал чесал репу и поэтому мне требовали сухое не сухое это на севере называлось сухое на риске я требую каждый день пол литра бесплатного молока я это заслужил ну а со временем и государственную премию вот которую я никогда не получу потому что для нас это это самое это престиж науки считается не заработаем когда россиянин станет обладателем Нобелевской премии вот или пусть будет российской государственной премии но альтернатива Нобелевская мол смотрите наша российская цель больше значит для науки для садоводства чем ваша Нобелевская раз уж речь идет о том что больше нам не светит и так не светило но и сами виноваты что не выдвигаем своих выдающихся людей все мои друзья практически уже в могиле которые доработали эту премию Бродский Боднер вот ой дальше боюсь говорить потому что всех назвать практически невозможно да Левицкий вот его надо обязательно назвать вот видите видите вот это Левицкий все друзья закончилась вторая серия не самая нудная третья серия если доживем я доживу вы вот это уже пойдет четкие понятные советы пусть короткие я вообще мечтаю чтобы меня допустим выйдет первая серия две книгу купят вот и мы заработаем немножко денег с этим самым пополам с редактором вот еще один фильм это вторая вы посмотрите еще одну книгу купят обычно больше в таких случаях одну не покупают ну а главное будем бить в одну точку когда нибудь наши люди придут там где принимают решение не выполняют а принимают вот все вторая серия закончена до свидания друзья друзья спасибо 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 Продолжение следует...